ирина ирина не открывается я пытаюсь всем привет ребята с вами снова я королева мистики это значит что сейчас будет самое страшное видео на все русскоязычными тубе друзья сегодня мы с вами проведем очень очень крутой эксперимент потому что я хочу заказать зелье которое называется колодец пожиратель scp колодец пожиратель в 3 часа дня только на канале королева мистики у меня есть целая тысяча долларов тысяча долларов если вы не верите вот они денежки вот они лежат доллары здесь на эти доллары я обменяю зелье зелье которое поможет сделать из моего обычного колодца scp колодец пожиратель по крайней мере так мне сказали на сайте dark нет и прямо сейчас я отнесу эти денежки на место где мы совершим обмен а точнее купим это зелье со мной снимается моя собака лаки лаки немецкая овчарка лаки ко мне иди поздоровайся лаки сидеть голос голос сидеть голос голос сидеть голос голос вот лаки поздоровалась наконец-то друзья а мы сейчас мы всегда берем кстати говоря когда здесь снимаем видео всегда берем с собой лаки потому что лаки как я повторюсь она чует нечистую силу она помогает ее маленечко усмирить она помогает ее отпугнуть друзья потому что иногда бывают моменты когда очень сильно страшно а также лаки моя охранница и на меня охраняет от всяких здесь еще не добрых людей потому что не только монстры бывают злыми но и люди тоже а мы прямо сейчас направляемся наш лес лес наш страшный лес в котором очень много всякой мистике происходило здесь ребята мы много вызывали духов здесь мы много раз играли в экстремальные прятки с разными с разными духами и ребята этот лес просто пропитан мистикой говорят раньше на этой земле было кладбище и кладбище знаете необычно где хоронят наших любимых бабушек и дедушек а кладбище в котором хоронили преступников то есть всяких там насильников убить именно на этом месте потом его забросили перекопали и решили здесь продавать землю для того чтобы построить дом и именно на этом участке мы приобрели себе землю ладно я оставляю деньги здесь на нашем недостроенном доме из дерева вернее он был точнее был достроен но нам его сломали и поэтому ребята мы наверное построим новый новый дом пристройка нашему дому но это будет попозже кстати говоря если вы хотите чтобы мы построили что это такое ребята нашла какую-то ловушку неизвестно на кого она из колючей проволоки ловушка ловушка для духов жуть как страшно мы ждем когда менеджер принесет наше зелье scp колодец пожиратель я прошел уже три часа поэтому прямо сейчас мы идем чтобы проверить принесли ли наше зелье с сайта dark нет зелье scp колодец пожиратель если честно это мой первый такой эксперимент ранее я всегда зелье выпивала сама но я не представляю как я могла бы превратиться в колодец пожиратель поэтому до зелье уже здесь и это здорово ребята поэтому это зелье зелье scp колодец пожиратель мы выльем на наш обычный колодец и посмотрим вдруг он реально превратится в колодец пожирателя вы это увидите совсем скоро и так друзья прямо сейчас я покажу вам наш колодец колодец который пока что совсем обычный вот он ребята находится прямо здесь сейчас мы его откроем и докажем вам то что он абсолютно обычный лайки уйди так раз два три вот ребят обычный колодец внутри ничего не дадим кроме как воды немножечко воды и нет лестницы сейчас дима нам поставить туда лестницу и мы с вами посмотрим спустимся вниз обычный ли это колодец или возможно он уже какой-то чудной сейчас вот дима берет лестницу мы загружаем его внутрь и я стараюсь сейчас аккуратненько туда спуститься друзья а вы пока поставьте лайк и давайте соберем на это видео 10 тысяч лайков ведь это огромный риск колодец пожиратель это не просто и себе объекты если у нас все получится то может случиться так что я просто пропаду колодцы и неизвестно куда меня занесет это очень страшно потому что стп пожиратели имеют такую возможность то есть тот кто туда залазит проходит спускается также как и в горку и стп в горку пожиратель тоже может исчезнуть это очень опасно поэтому сейчас перед началом мы просто проверим о как там вообще все нормально или нет и потом приступим к нашему обряду ты слышал поезд а это поезд я думаю какие-то звуки все равно из колодца какие-то звуки о но ничего ладно земля земля держи так ребята видите я даже не смогу выбраться если вдруг что-то произойдет давай сюда дай мне камеру пожалуйста так ребята я хочу вам показать что это обычный колодец пока еще мы не какого зелья здесь не использовали немножко воды и немножко жутко ладно теперь ребята я открою это зелье так посмотрим он у красное посмотрите здесь этикетка просто какой-то колодец и он ведет смотри как будто бы на небо внизу то ли голубая вода то ли синее небо это реально зелье и так друзья также когда я покупала это зелье мне прислали смс к и слова которые я должна произносить прежде чем я этот колодец буду нарекать в себе колодец пожиратель но кстати говоря мне сказали что это зелье она тоже не долгосрочная то есть дух колодца пожирателя и себе монстра придет только на некоторое время в этот предмет но на какое конкретно не знает никто так что будем надеяться что ненадолго проверим после того как проведем этот обряд ладно я начинаю обычный колодец превратись в себе колодец пожиратель обычный колодец превратись в себе колодец пожиратель обычный колодец превратись в себе колодец пожиратель И внутри превратись в колодец-пожиратель. SCP-колодец-пожиратель, я призываю тебя. SCP-колодец-пожиратель, я призываю тебя. SCP-колодец-пожиратель, я призываю тебя. Все, ребята, я использовала все зелье. А теперь нужно подождать некоторое время. Если честно, кроме того, что мне немножко дурно И я очень плохо себя чувствую в замкнутых пространствах Мне хочется выбраться Здесь еще очень жутко пахнет И здесь холодно Потому что я нахожусь, грубо говоря, на двух метрах внизу земли И здесь холодно, и мне очень страшно И я думаю, что настало время, ребята Чтобы Дима закрыл колодец И мы узнаем, вселился ли дух пожирателя колодца Судар Надеюсь, что все будет нормально Кто здесь? Ирина Я слышу какие-то звуки Как будто кто-то рычит Как будто какой-то монстр с окна поднимается Звук усиливается Он все сильнее и сильнее Ладно, Дима, допускай меня Я не могу открыть колодец Пожалуйста, открой Не открывается Помогите Не открывается, Ирина Открой колодец Надо идти за ломом Открой, пожалуйста Ирина, Ирина, не открывается Я пытаюсь Черт, не получается Что делать? Я не знаю Надо попробовать какую-то палку найти Черт, Ирина застряла Не получается, ничего Надо попробовать Штырек Не получается Ирина, Ирина, я пытаюсь Не получается Не за что Тина Где я? Мама? Папа? Ирина, ты что-то послуха Где я? Лазь, откуда? Мама? Мама? Ирина, превратилась в какую-то маленькую девочку Что-то прошло не так Надо закрыть ее обратно Где вы? Мама? Нет, пожалуйста Не убивайте Выпустите меня Выпустите меня Пожалуйста Нет Только не сейчас Мама? Ирина, пусти за меня Что? Что за чертовщина? Что это за зелье? Что-то, Ирина, затихло Что-то Ничего не происходит Надо открыть колодец Черт, никого нет Колодец Забрал Ирину Этого не может быть Ирина, где ты? Черт, ну что происходит? Колодец Сожрал Сепи-пожиратель Колодец Сожрал Сепи-пожиратель Черт, колодец Сепи-пожиратель Забрал Ирину Ирина, где ты? Этого не может быть Черт Что за чертовщина? Надо найти Ирину ирина где ты вызвали колодец-пожиратель черт ничего не понятно ирина ты где никого нет ничего не вижу куда она могла деться черт может быть она с водой куда-то провалилась ирина ты где может быть она маленькая стала и вышла оттуда я ничего не видел ирина что происходит я не могу пошевелиться черт колодец поглотил меня и выплюнул здесь прикрепленный к этому дереву видимо зелье перестало действовать и оно выкинуло меня наружу черт это было очень страшно ребята колодец сожрал меня и я была как будто бы в каком-то другом мире я не знаю что там происходило там были дети там было много пропавших душ которые плакали и хотели выбраться наружу через этот колодец он стал как будто бы порталом порталом ребята откуда просто кто-то может выбраться ты не заметил ничего странного ты превратился в маленькую девочку потом я закрыл потом ты пропала это была не я это маленькая девочка это душа и и она вселилась в меня и пыталась выбраться из колодца ни в коем случае нельзя разрешить такого чтобы кто-то выбрался из этого колодца хоть одна душа тогда весь мир перевернется всякая нечисть поползет из того колодца слава богу что я смогла выбраться и зелье перестало действовать видимо его длина действия небольшая всего лишь несколько минут это реально был страшный SCP колодец-пожиратель ребята я надеюсь что вам понравилось и если вы хотите чтобы мы спустили туда скрытую камеру в этот SCP колодец-пожиратель и проверили что же происходит заказали новое зелье чтобы посмотреть что происходит внутри колодца когда там находится что-то иное с вами была я краевомистике всем пока